То есть, по большому счету, Китай просто подвинет свои предприятия, обрабатывающие машиностроительные, высокопередельные, ближе к сырью логистические. Вот и все. И разговоры о том, что тогда же мы их обложим теми или иными налогами российскими. Нет, ребята, вы только уже сказали, что будут строиться специальные зоны экономические, на которых не будут действовать режимы, при которых работают наши российские отечественные предприятия, которые, в свою очередь, будут конкурировать или пытаться конкурировать с теми китайскими товарами и тем китайским производством, которые будут работать уже на российской земле, но по другим, более львотным законам. Вы меня спрашиваете о рисках. Подождите. Здесь вообще нечего о рисках осуждать. Это сплошной, абсолютно прогнозируемый коллапс того, что мы сделаем с теми остатками промышленности российскими, которые произойдут, если это будет сделано. Такому глобальному повороту, геополитическому, конечно, должен соответствовать и поворот в мозгах и даже где-то в душах, я бы сказал. Крупные собственники, крупные чиновники, топ-менеджеры, люди, которые совершенно недавно смотрели откровенно на Запад и были во всей вот этой парадигме сформированы. Ну вот, как вам кажется, вот они искренне какой-то у себя в душе и в голове совершают поворот к востоку или так уехали и забыли вообще, или еще хуже сидят и пережидают, когда, наконец, можно будет снова вернуться на Запад? Ну, во-первых, надо не забывать, что этот замечательный поворот, он вынужденный. Ну, это да. То есть, если бы нас не вытурили из Европы и Соединенные Штаты и так далее, да, и их сателлиты, то Япония, то по большому счету не факт, что этот поворот, вообще о нем бы так много говорили. Это вот очень важно понимать. То есть, он вынужденный и, естественно, все управленческо-элитные мозги отформатированы по западному сценарию. По-прежнему, это то, что было в 90-е годы, под флагом чего проходила перестройка, нужно интегрироваться в мировую цивилизацию, имелось в виду западный мир, да, и, соответственно, будет счастье. С другой стороны, понимаете, вот восточный поворот, он как-то у нас тоже очень убого по-прежнему понимается, потому что, ну, теперь давайте интегрироваться в Китай, условно. Понимаете, ну, а зачем Россия? Россия, она уникальна, является уникальной цивилизацией, которой надо развиваться самой, взаимодействуя по возможности со всеми, да, то есть, в этом смысле, ну, что вот это импортозамещение, как шутят, что вчера покупали там европейское, да, сегодня покупаем китайское. То есть, один импорт заместили другим импортом. Что от этого изменилось? Кроме того, что китайское чуть-чуть похуже, хотя очень быстро догоняет, надо отдать должное великому Китаю, вот, и, соответственно, ну, оно и вторичное пока в основном по отношению к Европе той же там и Соединенным Штатам. Поэтому, то есть, мы уже не вторичные, третичные, как были, да, мы уже там четверичные какие-то, уже, так сказать, вообще непонятно, кто мы. Ну, и, наконец, если брать сам Дальний Восток, ну, представьте, ну, пусть за Байкальским краем там сейчас 8 миллионов человек, а только Дунбэй, северо-восток Китая, который находится по ту сторону Амура, это под 100 миллионов, там тоже есть отток, под 100 миллионов человек. Это только Дунбэй, а не сам полуторамиллиардный Китай, да, все. Вот представьте, ну, то есть, здесь явно весовые категории, там, условно говоря, в энергетике, там, в добыче, они абсолютно несопоставимы. Значит, нужно чем брать? Нужно брать инновациями, фундаментальной наукой. То есть, в этом смысле флагман. Флагман чего? В чем флагман? Флагман должен быть прежде всего в сумасшедшем, форсированном, опережающем развитии науки и технологий на Дальнем Востоке, понимаете? То есть, ведь в 60-е, 70-е годы было создано Дальневосточное отделение Академии Наук, да, значит, построена очень большая сеть научно-исследовательских институтов, академических и прикладных. Но нужно на эту базу дальше идти. Там вообще было довольно здорово, кстати. Так, вопрос-то, никуда не идем, понимаете? Все, дай бог, что-то там осталось, спасибо, но никуда дальше-то не идем. А только так, через наш такой конкретный совершенно вклад и опору на китайские производительные силы, мощности, но через научно-технологическое первенство, по крайней мере, равенство. А этого нет. Поэтому, ну что, мы вместо придатка Европы становимся придатком Китая. Это поворот? Вот как раз, Владимир Николаевич, вот мое отношение. Китай – это наш брат. Китай нам подставил плечо в трудный момент. И я вообще отношусь к этой стране с большой симпатией. Но ее возможности на сегодняшний день, они абсолютно несопоставимы с нашими. Вот такой огромный-огромный-огромный медведь. И Владимир Владимирович Путин тут вот пообещал территорию опережающего развития на Дальнем Востоке, призвал китайских инвесторов вкладываться в нашу страну. И это замечательно. Но какие вы здесь видите риски? Экономика Китая, его численность как минимум в 10 раз превышает российскую. Это первое. Второе. Мы должны сравнивать не только экономику Китая с российской экономикой, да? Мы же хотим ему позволить работать за Уралом плотно. Так вот мы должны сравнивать даже не то, что Китай в 10 раз экономически более мощен, чем Россия. А о том, что Китай, ну я не знаю во сколько раз десятков, мощнее всего того экономического и демографического, что есть у нас за Уралом. Давайте откровенно, по разным оценкам, у нас за Уралом проживает ну плюс-минус около 30 миллионов человек. Это население одного среднего китайского города. И в данной ситуации, если мы говорим китайцам, что теперь вот за Уралом на тех или иных началах это как бы ваше, нам скажут, ну как же, это все инвестиции? Ну давайте мы себя не будем обманывать. Что значит китайские инвестиции? Китайские инвестиции это не значит, что нам, россиянам, дали деньги, и мы за эти деньги что-то там строим для того, чтобы совместно с китайцами иметь какой-то совместный продукт. Я участвовал в многих проектах, связанных с тем, как Китай во что-то инвестирует. Ну, во-первых, Китай однозначно это не та страна и не та компания, а это именно, они работают как очень жесткий переговорщик, капиталистический, а не коммунистический, которые рассматривают отношения коммерческие в виде братских или там дружеских уз. Вот, просто забудьте про это и больше никогда никому не рассказывайте эту совершенно иллюзорную сказку. Это жесточайший переговорщик, который по возможности отожмет в переговорах все, что можно, и даже больше. Поэтому, о чем бы вы ни договорились, в те инвестиции, которые он будет вкладывать, он заставит очень плотно поучаствовать и ту территорию, на которую он заходит. Обязательно. Это первое. Второе. Любые инвестиции это те или иные стройки. Так вот, на этой стройке, ребят, будет работать только китайская техника, будут использоваться только китайские материалы, и зачастую, по моей информации, то, что я вижу, зачастую даже рабочие там во многом китайские. Поэтому Китай на российской земле за свои китайские деньги, с помощью своих китайских технологий поставит свои китайские предприятия, заводы. И дальше у меня просто возникает вопрос. А мы вот инвестиции, с какой целью китайские привлекаем за Урал? Чтобы за Уралом, за китайские инвестиции, работали китайские заводы на нашем российском сырье. Верно? То есть, выгодят, а какие риски? Риски чего? То есть, по большому счету, Китай просто подвинет свои предприятия, обрабатывающие машиностроительные, высокопередельные, ближе к сырью логистические. Вот и все. И разговоры о том, что, а тогда же мы их обложим теми или иными налогами российскими. Нет, ребята, вы только уже сказали, что будут строиться специальные зоны экономические, на которых не будут действовать режимы, при которых работают наши российские отечественные предприятия. Которые, в свою очередь, будут конкурировать или пытаются конкурировать с теми китайскими товарами и тем китайским производством, которые будут работать уже на российской земле, но по другим, более львотным законам. Вы меня спрашиваете о рисках. Подождите. Здесь вообще нечего о рисках осуждать. Это сплошной, абсолютно прогнозируемый коллапс того, что мы сделаем с теми остатками промышленности российскими, которые произойдут, если это будет сделано. Юрий Васильевич, ну, Восток – это примерно половина мира. И это сейчас, думаю, никто не будет с этим спорить, самый перспективный, самый бурно развивающийся регион. А у нас, опять же, мы уже об этом сказали, Дальний Восток все больше обезлюживается, и люди уезжают. Я когда бывал там, я видел, вот только разговоры все были об этом. Почему госпрограммы не срабатывают? Может быть, надо как-то изменить подходы, какие-то новые госпрограммы должны сработать, чтобы люди переезжали туда. Ведь, кстати, вот там, где я был, и природа там замечательная. И, опять же, это близко к самому бурно развивающемуся региону мира. Казалось бы, бери, да развивай. Понимаете, все-таки надо начинать жить своим умом. Близко мы к передовому развивающему региону, далеко. Это все хорошо, но действовать должны мы. А так просто куда-то прислониться и, грубо говоря, напитаться чужой энергией, чужими деньгами и прочее, ну, вряд ли получится. Это паразитично, вообще-то. Вот, поэтому вопрос-то немножко в другом. Вопрос в том, что, ну, просто никаких целей не ставится, и все. То есть, считается, что оно как бы в итоге само собой получится. Вот по-простому, если говорить. Потому что, если почитать стратегию развития Дальнего Востока России за последние 30 лет, ну, это более профессионально, менее профессиональные такие энциклопедии обо всем и ни о чем. То есть, нет жестких целей и задач, понимаете? Поэтому я пока ни одной такой не слышал. А вот китайцы, они действительно на все смотрят, на весь земной шар. С точки зрения, что нужно для развития Китая. И они знают все лучше нас, что там в Иркутской области, что там на Камчатке, что там в Камеруне или в Аргентине. Вот они лучше всех местных знают. То есть, они занимаются развитием своей страны. Нам надо этим заниматься. Я с апреля прошлого года, сейчас восьмой раз полечу в Китай. То есть, я полсотни предприятий на самых передовых, так сказать, посетил. Это, конечно, грандиозные успехи. То есть, они 40 лет вкалывали. И вкалывали разумно. И по большому счету, они уже во многих местах очень тесно, так сказать, догоняют даже передовой Запад. То есть, это очень интересно. Хотя у них тысячи проблем своих и большая молодежная безработица. Надо тоже, ну, иллюзий таких не строить. Но они 40 лет работают. Но у них сейчас потолок. Почему? Потому что нужно создавать свои технологии. И в этом плане, вот Россия нужна критически. И нам нужно вместе с Китаем организовывать совместные российско-китайские индустрии будущего. На равных партнерах должны, условно, мы сейчас создаем технопарк в Харбине. И называется индустрия будущего. Например, полимерно-композитные материалы, массовое применение для инфраструктур. Не сталь, бетон, а полимеры. Или улучшение плодородия почвы и так далее. А вот же самолет собирали сделать этот СЕР-929 и так этот проект заглох? Самолеты, опять, это все, это не совместное. Потому что самолеты, китайцы все правильно в таких якобы совместных проектах скачивают все, что нужно. И как сейчас профессионал вам скажет, любое настоящее авиастроение, мы уже в этом самолете там не нужны. Потому что все, что надо, уже скачали. Я даже не знаю, что сказать. Понимаете? Потому что это сегодня, сегодня не с кем обсудить. Просто это не с кем обсудить. Не то, что сделать. Дальше на плечах гигантов. У нас гиганты. И когда там, вы представляете, после войны, после войны за 20 лет было 50 городов новых построено на Дальнем Востоке. Вы поймите, в чем вообще мы говорим. То есть, это новые города, научная сеть. Причем наука и фундаментальная, и практика ориентированно-прикладная. Там и так далее. Все. Бам. Ну, какой там восточный полигон сейчас сопоставления с Бамом? Ну, вы чего? То 30 лет кричали, что Бам – это вывертый коммунистического тоталитаризма. Вы знаете, кстати, даже президент тут про Бам, когда говорили, как-то так было сказано, что люди в советское время жили в бараках, и мы не строим сейчас предприятия. В общем, как-то так меня резануло немножко, а вас? Я и говорю, что, ну, конечно, сейчас строят хорошо, сейчас строят отлично, да? Но просто раньше строили целые города. Опять здесь обсуждать и сопоставлять что-то просто неадекватно. И вместо того, чтобы встать на плечи гигантов и сделать дальнейший шаг, еще раз повторяю, поворот, вот там ля-ля-ля, тополя, главное другое. Мы пригвождены Китаю, и либо он нас сожрет по-простому, либо, соответственно, мы сумеем переиграть Китай, не переиграть ни с точки зрения обмануть там и так далее, а вот через индустрию будущего сделать прорыв. И прежде всего это Дунбэй, северо-восток, потому что это по реке Амур, там почти 3000 километров совместной границы, там люди много говорят на русском языке. Нам нужно делать программы сопряжения, мегапроекты. Надо этим заниматься с утра до ночи, умно заниматься, не занимаются. Поэтому говорить о том, что вот надо там что-то делать, почему уходит население и прочее, все не серьезно, потому что нет никаких целевых функций. Владимир Николаевич, технологический прорыв – это одна из главных тем, одна из главных требований сегодняшнего дня. И я вспоминаю наши советско-китайские отношения, когда мы с ними поделились даже ядерной программой. Я вот читал, оказывается, многие из тех автозаводов, которые сегодня успешно завоевывают мир и завоюют, я думаю, они тоже были, оказывается, построены при активном участии Советского Союза. Мы делились с ним самым дорогим, что называется, технологиями. А на ваш взгляд, готов ли Китай, даже исходя из собственных интересов, каким-то образом нам в том числе и помогать? Он же заинтересован в том, чтобы нас не победили. Могут ли какая-то калька советско-китайских отношений сейчас быть только наоборот? Начнем с того, что не так уж сильно СССР с Китаем делился. То есть СССР уделял очень серьезное мнение о развитии индустрии промышленности группы А. И, соответственно, все ресурсы уходили на производство средств производства. Почему это было важно? Потому что производство средств производства – это технология, это развитие. И так как у нас ресурсов не хватало, у нас всегда был некоторый провал в производстве товаров группы B. Это было гораздо менее техничное производство. Там не требовалась наука и техника, по большому счету. Там действительно требовалась более гибкая рыночная ситуация. Поэтому мы туда, на восток, переносили некоторые компетенции, которые связаны были с производством товаров группы B. Ничего тяжелой промышленности мы в Китае особо не давали. Это я прекрасно помню, так как в какой-то мере я работал в том числе на предприятиях тяжелого машиностроения. И у нас стоял категорический запрет передавать технологии, даже по малым машинам среднего класса, на ту территорию. Так что вот здесь надо осторожнее. То, что мы там помогали с энергетикой, это понятно, потому что даже легкая промышленность требовала определенного обеспечения энергии. Это первое. Второе. Когда Союз распался, я был свидетелем того и участником тех процессов. На моих глазах было принято решение. Принято решение не совсем нами. Я думаю, это все-таки было решение принято в некоторых штатах, в некоторой Америке. О переносе тяжелого машиностроения с нашей территории на территорию Китая. При этом это приносилось очень быстро. И был такой олигарх, россиянин Биндукидзе, который был хозяином нашего Уралмаша и Ижорских заводов. Это наши монстры были, так сказать, тяжелого машиностроения. В последнее металлолома туда свозилось все наше тяжелое оборудование. Почему я об этом знаю? Потому что благодаря тому, что работники комитета госбеспасности, которые еще были на местах, иногда давали информацию о том, какие интересные станки по цене металлолома пока еще стоят на территории где-то в Челябинской области и не пересекли китайскую границу. И мы успевали их перехватить. И какие-то виды станков тяжелого оборудования мы успевали перенаправить себе на свой маленький заводник. Но это было скорее партизанщина, когда мы на пути потока тяжелого нефтеперерабатывающего, нефтеперерабатывающего оборудования успевали перехватить и что-то из этого старого советского оставить у себя. Оно до сих пор, кстати, у нас на заводе работает. Но туда уходили целые цеха тяжелого оборудования. Вот когда туда все пошло. То есть, ну это были 90-е, 2000-е годы. Теперь смотрим насчет, как делятся китайцы с технологиями сегодня. Я тоже сравниваю. Есть такое понятие у нас в России, специальный инвестиционный контракт. Это когда компания, которая зарубежная, говорит, что я к вам зайду, скажем, с производством своего Мерседеса, Рено, или еще какой-то другой машины, или там комбайна класса. Говорят, хорошо, заходите, производите, мы вам дадим льгот, мы дадим там, все вам дадим, но вы должны за какой-то период времени локализовать ваш автомобиль, или машину, или технику, или продукцию до такой степени, чтобы она считалась российским. Но по большому счету уровень локализации должен по итогам всего спика составлять не менее 85%. Безусловно, что касается машины, этого сделать нельзя, если не будут локализованы производительства у нас трансмиссии, двигателя и мосты. И многие зарубежные производители подписывали такого рода спик не напрямую, а через наши российские компании. И, конечно, нас обманывали, как это всегда бывает. Конечно, нам технологии по производству двигателя мостового трансписия никто не передавал. Это, ну, бывает, нас иногда обманывают, редко, но обманывают. Но уровень локализации, тем не менее, за 5-6-7 лет, даже с этими не совсем рабочими спиками, достигал 30-40% и больше. То есть западные партнеры при всем желании и умении нас обмануть, нас обманывал не по полной. А вот теперь я сравниваю с тем, как приходят к нам китайские производители или, скажем, индийские производители. У нас же уже появился русско-индийский трактор в производстве Челябинский. Ну, процент локализации примерно 2%, и вряд ли он когда-то превысит это. Но, тем не менее, спик уже есть. Второй момент, но автомобиль «Москвич». Ребят, мы понимаем, что на том автомобиле уровень локализации, не знаю, 30% не будет достигнуть никогда вообще по определению. Просто потому, что нам этих технологий никто не передаст. То есть я просто говорю о том, что нас там, конечно, тоже обманывали. Но европейцы, ввиду какой-то скромности или своего неполного цинизма, кое-что, по чуть-чуть передавали. А, скажем, комбайновый завод в Краснодаре класс, ну, в принципе, вообще передал некоторые производства до такой степени, что узлы комбайна не только производились для нашего территории, но даже экспортировались за рубеж. То есть они просто часть производства из Европы принесли в Краснодар. То есть они так или иначе выполняли определенные условия по передаче хотя бы чего-то, хотя бы простого из технологий на нашу территорию. Китай принципиально не рассматривает возможности передачи сложных узлов в Россию. В лучшем случае то, что передается сюда, это то, что называется автомебелью. Это производство кузовов, рамы или кабины. Все, больше ничего не передают. Это то, что просто не вовить. То есть о передаче технологий мостов, трансмиссий и двигателей вообще ни в каком виде разговор не идет. Шириды переклеить можно. Производить технологии давать ни в коем случае нельзя. Ну и последний пример, который, мне кажется, я должен поставить точки над «и», а как мы быстро получим технологии из Китая. Скажите, а информация о том, как Норильский никель решил закрыть производство никеля, вернее, меди, вернее, у себя в России, у нас, в России, и переместить наше производство российской меди на территорию Китая, потому что у нас технологий производства меди больше нету, а в Китае она есть. А не проще было попросить Китаю эту технологию нам дать? То есть, ну, хотя эта технология, мягко скажем, 19 века, если не 18. То есть, вот, когда берешь эти факты и аргументы, их сопоставляешь, то разговор о том, какие технологии в ближайшее время нам предоставит Китай, ну, это не просто иллюзии, это опасное введение заблуждения самих себя и своих руководителей. Юрий Васильевич, ну, конечно, вот, тем не менее, давайте как-то о позитиве. Вот эта вот большая экономическая интеграция вещь очень полезная, и Россия действительно объективно является мостом между Востоком и Западом. Другой вопрос, будет ли он использоваться. Вот Путин говорил о необходимости наращивать мощности портов Всевморпути, строительстве нового порта на Тихоокеанском побережье. Опять же, вот про БАМ мы уже упоминали, там разнонаправленно, конечно, было сказано, но в целом, что его надо развивать. Может ли Россия сейчас и нынешней ситуации или в перспективе действительно стать мостом между Востоком и Западом? Или эти планы как-то в долгий ящик откладываются? Советский Союз-то я очень с порядком все равно являлся. Да, другое дело, что я не вижу людей из управления, и тем более те, которым поручен Дальний Восток, которые, я еще раз повторяю, даже понимают эти проблемы. Не то, что, так сказать, могут сделать. Поэтому, очевидно, надо просто начинать серьезное, даже не стратегическое, а долгосрочное планирование. Понимаете, нужно на 20... Дальний Восток России, тем более еще сюда и Арктику вписали, да? Это горизонт планирования минимум 30 лет. Нужно минимум 30 лет, понимаете? Причем планирование не абстрактных красивых слов, а конкретно сроки ответственные, кто, чего, сколько и прочее. Поэтому, ну вот пора как бы начинать заниматься хозяйством. Потому что, ну, на советском наследии хорошо живем, кстати, неплохо живем. На советском великом наследии огромном, да. Но пора начинать что-то и свое делать. Вот, Владимир Николаевич, ну, поворот на Восток сейчас, это дело объективное. Кому-то нравится, кому-то нет. Мне, конечно, нравится, потому что я считаю западных партнеров гораздо опаснее. Но, тем не менее, вот это происходит. Вот как вы, как практик, поставили бы вопрос о развороте на Восток? Что здесь важно, что нужно делать, что не нужно? Ну, вкратце время программы, к сожалению, поджимает. Когда мы говорим, что у нас за Уралом людей все меньше и меньше, мы удивляемся, почему людей все меньше и меньше. Давайте так, когда есть разность потенциалов, то, соответственно, ток идет, в соответствии, градиент потока понятного. И чем больше разность потенциалов, тем этот ток быстрее. Чем быстрее растет благосостояние в Европе, у нас, в России, в частности, в Москве, резко, все больше и больше, опережая уровень обеспечения благосостояния людей, которые находятся за Уралом, я веду не только зарплату, но и все остальные ништяки, связанные с качеством жизни, медицины, образования и так дальше. Тем быстрее эта территория будет освобождаться от наших людей, которые будут просто по экономическим обоснованиям, за счет того, что при всех программах, темпы развития и благосостояния людей в Европе, наших россиян, особенно в Москве и столицах, растет быстрее. Они туда будут по-любому уезжать, потому что те меры, которые происходят у нас там, для наших людей, они не годятся для того, чтобы этот переток остановить. И вот наши говорят, нет, ребята, у нас будет уровень жизни повышаться в Москве, а вот там будет какая-то программа по развитию. А китайцы говорят, нет, ребята, а для наших китайских товарищей, которые будут заниматься инвестициями на вашей территории, мы обеспечим высокий уровень жизни нашего китайского населения и посмотрим, лет через 10, 15, через 20 или через 30, в конце концов, Китай играет долгую, какие у нас будут с вами перекосы демографические. Мы даже таджиков не боимся на той территории, скажут нам китайцы. Мы принципиально по-другому подходим к тому, как вообще та территория должна захватываться или наоборот сохраняться. Но это мое субъективное мнение. Дорогие друзья, процитирую Владимира Маяковского. Конечно, слова были написаны в гораздо более драматичной ситуации. к окнам роста, если помните такие. Но суть этих слов, по-моему, очень актуальна. Тянется горло рабочего голод, разруха фабрики гложет. Никто не поможет Советской Республике, только сама себе поможет.